15 DLP проекторов, рекомендованных на распродажу 11.11. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегид и хорошего вам настроения. Если вы одинокий и хотите общения, включите этот проектор где-нибудь во дворе. И вы буквально не заметите, как в считанные секунды вас окружит просто толпа людей. Сотрудники кинотеатра. Почем билеты? Билеты даром. Ёж сегодня. Нормально, Ёрк. Волшебно. Добра Ёж. Друзья, наконец-то наступила распродажа с большими скидками. Да и курс радует. И таких цен еще низких, если честно, я вообще не припомню. Ну и сейчас, вкануне пика распродажи 11.11, мне пишут и в комментарии, и на почту, и в соцсетях с просьбой порекомендовать какой-нибудь DLP проектор. Либо какие-нибудь маленькие карманные DLP проекторы. Проекторы в ценовой категории 30, 40, 50 тысяч рублей. Ну и отвечать каждому физически сложно. Именно поэтому я решил сделать вот такое вот видео в виде топ-15 лучших DLP проекторов в разной ценовой категории для разных задач. Для того, чтобы каждый из вас, исходя из своих целей и бюджета, смог подобрать себе самый оптимальный вариант проекторов. В чем я, надеюсь, помогу вот этим своим видео. Надеюсь, оно будет полезно, так как я вложил немало своего времени на создание этого топа. Большинство проекторов из моего видео были уже на моем канале, другие в проработке. Видео будет емкое, тезисное в формате просмотра страниц товаров с актуальными ценами на данный момент. Совсем вот чуть-чуть по характеристикам, потому что это будет обзор слишком долгий. Ну и, соответственно, по нарастающей. А ссылку на заинтересующий вам проектор вы можете найти в описании под этим видео. Поехали! Итак, друзья, один из самых популярных вопросов про проекторы – это карманные проекторы на аккумуляторах. И самым маленьким карманным проектором, который мне посчастливилось пользоваться и сделать также про него обзор – это Vivisin P11. Кстати, ранее он стоил подороже, можете найти мое видео на канале и сравнить цену с той, которая сейчас на данный момент. Проектор действительно карманный, размером приблизительно с половину обычного жесткого диска. И хотя характеристики его показывают всего около 55 NC люмен, Яркости, в принципе, хватало, чтобы на приличном расстоянии делать на неподготовленной стене достаточно внушительную по размеру проекцию. Разрешения, конечно, немного недостаточно – 854х480, по ощущению смотрится как обычный HD. Ну и данный проектор все же рассчитан скорее на проекцию порядка 60 дюймов. В таком случае можно действительно получить удовольствие от картинки. Это действительно один из самых лучших походных вариантов, которые можно взять с собой буквально во внутреннем кармане куртки. Чуть покрупнее его и чуть подороже, при этом с яркостью уже в 300 NC люмен. А, кстати, DLP проекторы чаще всего замеряются именно в NC люмен, то есть в американском стандарте. У данного проекта разрешение 854х480, приблизительно такое же, как у P11. Они на самом деле очень схожи. Единственное, что если выбирать между ними, то я все равно бы обратился к P11. Как-то вот он мне даже как будто бы поярче показался. Не знаю, вот как-то так. Ну, опережая вперед, возможно, не все в курсе. Практически у всех DLP проекторов есть на базе Android. То есть это, по сути, тот же самый TV Box, Android приставка. Единственное, чем P10 получше, чем P11, это наличием чуть большего аккумулятора. У P10 аккумулятора хватает где-то почти на 2 часа, у P11 в лучшем случае на 1,5. Преимущество таких проекторов – возможность питания от 5 вольт, то есть можно подключить Powerbank и спокойно его заряжать. Не рекомендую использовать аккумуляторный проектор постоянно от сети. Это портит аккумулятор точно так же, как если вы будете пользоваться ноутбуком постоянно от сети. Данные гаджеты предназначены для того, чтобы зарядить аккумулятор, разрядить его, зарядить заново. Точно такой же принцип, как и в смартфонах и везде. То есть постоянно от сети пользоваться ими как стационарными не рекомендуется. Следующий умный проектор от Bentec P20 с яркостью также 350 N-Lumen Приблизительно точно такое же разрешение, как у этих двух предыдущих Опять же, он не такой карманный по размеру, как два предыдущих В принципе, в рюкзаке спокойно можно его таскать И логично, что аккумулятор у него чуточку побольше И хватает, в принципе, полноценно просмотреть обычный стандартный фильм Также преимущественно, что он есть на складе России То есть, быстрая доставка даром прямо до двери вашего дома Bentec U70 уже чуть-чуть поинтереснее Здесь яркость уже составляет 400 N-Lumen В отличие от трех предыдущих проекторов, которым также можно подключить смартфон На данном проекторе уже, в принципе, более-менее можно играть в мобильные игры Транслируя мобильные игры через проектор Ну, с минимальными задержками, вполне комфортно На тех предыдущих, конечно, будут всякие дропы, артефакты, разбитые пиксели и так далее Этот проектор уже более-менее чуть помощнее процессор используется Ну и аккумулятор тоже чуть побольше, да и цена чуть побольше В общем, все у него чуть побольше и чуть получше Это логично Ну а следующий проектор от VVSYN Модель T12 Один из моих самых любимых среди Full HD уже DLP проекторов Причем, ну, можно сказать, мобильных Потому что размером он приблизительно с Bluetooth-колонку Да и по форме напоминает некоторые варианты Цена у него раньше была что-то, по-моему, в районе 32 Сейчас он стоит в стоковой версии практически 27 тысяч Отличный проектор, яркость которого уже 600 ANC Lumen и позволяет транслировать достаточно большие разрешения с приемлемой яркостью для комфортного просмотра фильмов в Full HD разрешении В проекторах хороший звук, так же, как и всем другим DLP проекторам сопутствующее очень тихое охлаждение При том, что он холодный Вообще, это один из моих любимых вариантов С удовольствием его сравнивал даже с более ярким Full HD проектором на 117-матрице ZATK-C3 И он ему особо там не уступил А в цветах, конечно же, выиграл, потому что у DLP они просто потрясающе настроены Безусловно, один из самых лучших вариантов своей ценовой категории Среди вот таких вот аккумуляторных, ну, не совсем мобильных проекторов По размеру он чуть-чуть побольше, чем T12 С отличнейшим шустрым андроидом Голосовой набор Harman Kardon В общем, в разы лучше, чем X-Dumimogo Pro Проектор потрясающе показывает Full HD разрешение с яркостью 800 ANC-Lumen То есть вполне хватает на 110-120 дюймов Или вообще, как дачный вариант, можно хоть на 8-метровую стену Лучше его в этом плане только версия Plus Которая, помимо мелких отличий в плане андроида, всяких звуковых вариантов И настроек имеет уже 900 ANC-Lumen Что уже очень прилично для аккумуляторного проектора Минус вот этих вот проекторов то, что нет возможности их зарядить от Powerbank Если только через повышающие устройства Которые также все это можно собрать на Алиэкспрессе Небольшие модули и, в принципе, заряжать от 5 вольт Просто частым вопросом бывает Какой самый универсальный аккумуляторный DLP-проектор подобрать В районе 50 тысяч рублей То вот какой-то из этих вариантов В зависимости от вашего бюджета Если говорить о стационарных проекторах Также в этой приблизительной ценовой категории В этой же самой яркости 800 ANC-Lumen Также в разрешении Full HD То, конечно же, Chanhong C300 Это отличный же DLP-проектор На котором можно поиграть и в игры Уже достаточно яркости в стационарных условиях для 3D Потому что вот в этих все-таки чуть-чуть Ну вот в этих, наверное, все-таки не хватает немного по яркости А здесь уже яркости вполне достаточно Чтобы ощущать настоящее 3D от динамических очков Плюсы данного проектора в данном времени То, что его завезли на склад России То есть быстрой доставкой прямо к двери вашего дома Опять же, все зависит от бюджета Если позволяет, то можно взять следующую версию Не C300, а M4000 Стоковой комплектации около 50 тысяч рублей Но здесь, друзья, уже 2000 ANC-Lumen Это уже серьезный взрослый проектор С обалденным крутым качеством Подходит и для игр, и для фильмов Для всего, в общем Это прям действительно крутой проектор Который рекомендую как стационарный Вот в этой ценовой категории Если позволяет финансы приобрести проектор В районе 84 тысяч То здесь и уже, конечно же, и к джиме И к джиме Horizon У него уже 2200 ANC-Lumen Яркий, мощный, шикарный По железу Подходит и для игр, и для фильмов У него очень крутая матрица Настроена по цветам В общем, проектор, от которого вы действительно кайфанете В плане изображения Да и звук, конечно, Хармон Карден очень крутой Очень здорово, что он сейчас в момент распродажи Во-первых, столько стоит Потому что его цена раньше была около 98, по-моему, тысяч И он есть на складе России Ну, а лучше его только версия Pro В принципе, это один и тот же проектор по яркости За исключением того, что здесь уже 4K матрица С поддержкой крутейшего 3D В 4K с такой детализацией Друзья, это один из самых лучших вариантов Среди всех DLP стационарных проекторов Вот именно такого уровня И по звуку, и по качеству Ему просто нет равных В ближайшее время постараюсь сделать на него обзор Это очень крутой проектор Тоже очень крутой проектор Который как-то делал обзор на своем канале Кстати, обратите внимание Какая цена была тогда И какая цена сейчас Очень выгодное сейчас предложение Со склада России Не нужно ждать, как я в прошлый раз Changhong HQ B5U Именно так называется эта модель Фирма, кстати, по себе оказалась Банунейман На самом деле, это одна из самых крупных Корпораций проекторов в Китае И все самые современные проекторы Как бы ни казалось, делаются именно там У данного проектора чуть меньше яркость Чем у предыдущего В 4К Также разрешение Horizon Pro С его D200 Здесь 1900 NC Lumen Это уже лазерный, близкофокусный проектор Который позволяет располагать себя Прямо в упор к стене То есть можно ходить спокойно То есть можно спокойно ходить по комнате Не мешая никому при просмотре Единственное, что для таких лазерных проекторов Все же необходимо использовать специальные экраны Как правило, это выдвижные И вот такие вот выдвижные снизу вверх Во-первых, они имеют специальное отражающее покрытие Так как проекция здесь идет снизу вверх Ну а во-вторых, они абсолютно ровные Так как в данном проекторе Если хоть какие-то волны будут То на проекции их в принципе видно будет В принципе, если у вас абсолютно ровная Какая-нибудь белая Либо светло-серая стена То вполне можно использовать Но если вам опять же Не обязательно близкофокусный вариант То вот этот X-Jimmy Это просто рекорд Лучше чем и этот И этот Это следующая модель Чанхо B7U 4K Ultra 2500 N-C Lumen Это еще ярче малыш В принципе, особо ничем не отличается Кстати, сейчас прошивка у них поправилась Потому что пришли они изначально сырые Для российского рынка Сейчас уже с этим все в порядке Вроде как и отставания особо нет Потому что вот этот данный проектор Для игр вообще раньше не подходил Сейчас, как заявляют в принципе люди На нем можно играть Но опять же, это не игровые проекторы Это проекторы именно для того, чтобы смотреть С удовольствием фильмы И даже в 4K Но, как говорится, на этом Компания Чанхонг не остановилась И выпустили следующую модель B8U И здесь уже, друзья, самый яркий Вообще 3200 N-C Lumen В принципе, то же самое Все то же самое По сути Ну, чуть даже поинтереснее Здесь акустику сделали Ну и цена тоже, конечно же, поинтереснее Уже оставляет 169 тысяч рублей Ну и завершая топ Самый яркий Близкофокусный 4K лазерный проектор Jimgo U2 3600 N-C Lumen Это просто в дневное время При свете дня Можно спокойно смотреть его Как за место большого Не знаю 120-дюймового телевизора Или 100-дюймового В зависимости от того, как вы его настроите Тереоакустика Которая, в принципе, особо не требует Каких-то дополнительных Ну, понятно 5.1 это 5.1 Потрясающее 3D Друзья, конечно же Огромное количество проекторов Которые были на канале Не было на каналах И не вошли в топ Не обязательно мне писать И не нужно мне писать А как тебе вот этот проектор А как тот А вот там я читал на заборе Это А вот там кто-то говорил то Вы меня просили Я сделал видео Тех самых DLP проекторов Которые сейчас считаю Самыми актуальными На распродаже 11.11 Именно по соотношению цены Качества и возможности Конечно же есть классные Удобные проекторы Которыми я, к примеру, пользуюсь Оставил себе Вот Bintech Который хоть и HD При этом у него отличное изображение Но цена, друзья, 74 тысячи Он сейчас стоит Даже на Алиэкспрессе И особо уже нигде толком не продается Раньше брал на зоне Но это, кстати, тоже супер уникальный По удобству проектор Это вроде дальнофокусный DLP При этом его можно использовать Как близкофокусный Потому что он вот так вот Вращается Автоматически настраивает Коррекцию трапеции И можно его ставить практически В упор к экрану Легенький С отличным звуком Это один из самых лучших проекторов По звучанию То есть, ну, куча всяких преимуществ Но это индивидуальный вариант Я вот сделал именно топ По проекторам Которые считаю Для общей массы Самыми оптимальными Даже вот эти вот Которые карманные Вложил немало времени Надеюсь, вам в пользу Если так, то Лучшая благодарность Для меня будет ваша подписка И комментарии Которые так гореть душу Все ссылки на эти проекторы Повторюсь Вы найдете в описании Под этим видео Именно поэтому Переходите Заказывайте Товары уже проверенные Продавцы Надежные Смело рекомендую Всем любви Добра Осознанности Мира в сердце С вами был Йош Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok